доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели снова мы анализируем события финансовых рынков смотрим как они повлияли на динамику финансовых инструментов и прежде всего пытаемся разобраться если у нас причины за которых нам было бы нужно сейчас необходимо отказаться от прежнего взгляда сделанного ну точнее даже ставки сделаны на снижение евро снижение британца снижение американского доллара в тандеме с иеной на снижение канадца ну в общем преимущественно у нас инструменты конечно же в целое единственное что доллар против иены мы также сохраняем короткую позицию но это вот на контрасте с тем что я отметил по торговле с рисковыми инструментами ведь там мы делаем акцент на то что доллар все-таки будет расти против риска я стараюсь друзьям детально аргументировать свою позицию опираясь на тот фундамент который на рынке складывается действительно статистики очень много сейчас на этой неделе мы не упускаем ни один важный релиз сегодня день тоже очень интересный кстати то что рынок до сих пор остается на тех же самых уровнях я понимаю что это подбешивает немного хочется все-таки видеть динамичные движения на площадках мы же пришли за движениями мы стараемся использовать волатильность конвертировать ее а в прибыль а когда нету этой искомой динамики то и настроение остается как бы не на совсем хорошем уровне но во всем виноват сам рынок я думаю что он все-таки раскачается наверное мы в какой-то степени переоцениваем отдельные отчеты возлагаем на них большие надежды и они не оправдывают наши ожидания но с другой стороны есть и статистика которую мы изначально недооцениваем но она может привести к мощным движениям я клоню к тому что сегодня у нас в 10 в 10 30 выйдут данные по индексу активности производственном секторе германии и еврозоны в целом по еврозоне спустя полчаса статистика важная даже сейчас посмотрите экономические календари вы увидите то что в этот раз этим данным отводят наивысший приоритет по значимости то есть ожидается мощная динамика я попробовал покопаться в инвест декларациях разных инвест банков действительно ссылаются на то что для клиентов этих банков то что за этим отчетом нужно последить и в том случае если данные выйдут хуже прошлых значений хуже а прогноза то сегодня европейская валюта может прийти в движение конечно же на супер динамику мы не настраиваемся не рассчитываем но я думаю что пунктов 50 60 евро сегодня потенциально может потерять это очень интересно учитывая то что евро доллар на текущий момент остается на планке 113 хотя мы планировали увидеть этот инструмент против доллара уже ниже отметки 112 даже гораздо раньше после этого друзья можно сказать что с промсектором мы заканчиваем и открываем для себя а второй этап сегодняшней торговой сессии он будет связан с этапом розничных продаж в 1130 выйдут розничные продажи по англии в 1530 выйдут розничные продажи по сша и в это же время выйдет такой же отчета по о канаде разумеется розничные продажи имеет очень большое значение потому что проводя а параллели и оценивая связи розницей и инфляции мы сможем убедиться в том что это взаимовытекающие друг из друга показатели влияющие собственно на динамику розница влияет на инфляцию по инфляции можно сделать определенные выводы и по рознице не раз я отмечал друзья то что для нас фундаменталистов учитывая те изменения которые происходят в монетарной политике ряда регуляторов инфляции это один из основных барометров вообще будущей активности по либо ужесточению политики либо смягчению экономического режима то есть это основной инструменты макроэкономический а показатель за которым мы отследим если сегодня у нас не значится на повестке данных по инфляции мы можем поискать отголоски этого релиза как раз в роничных продаж и этим мы будем заниматься но теперь давайте поподробнее нефтянка 71 15 тоже ничего не меняется я устал наблюдать уже цены в районе 71 хочется уже какой-то как говорит молодежь движухи в данном случае хочется чтобы бренд все-таки пошел ниже поскольку я считаю что не отработали еще а продавцы потенциал возможно даже коррекции я не буду говорить что непременно потенциальные распродажи на которые я делаю акцента приведут к развитию нисходящего нового тренда но я отмечаю что все-таки есть шанс увидеть нефть подешевле возможно с откатом в район 67 68 где вот скорее всего я и буду фиксировать первый профит но детально буду держать вас а курсе разумеется вчерашний день изначально с азиатской сессии был приправлен статистикой из китая и всех она почему-то вдохновила все новостные сводки которые анализировал все статьи которые прочитал все обзоры со ссылкой на с точки зрения оценки того что происходит по отдельным инструментом все пестрят заголовками о том что китай прекрасная статистика снижение опасений связанных с будущими темпами экономического роста и так далее честно говоря не не знаю не понимаю на чем вообще базируется позитив потому что данные то не не хорошие в целом мы увидели показатель 64 процента если кто-то забыл друзья это минимальный показатель темпов экономического роста за последние фактически 10 лет ну как можно радоваться этой цифре я думаю что в целом данные то плохие если вы увидели мы увидели изменения по сравнению с прошлым кварталом на хотя бы на целых одну десятую процента в принципе для экономики китая это уже достаточно тогда может быть я и поддержал этот позитив но сейчас я к сожалению этого сделать не могу поэтому я в целом даже китайскую статистику наверное изя против толпы и общего подхода к анализу данного события предложил бы вам анализировать не как фактор позитивные поддержки для цен на углеводородные вообще даже наоборот то что а такая статистика это как минимум еще одно доказательство того что те меры экономического стимулирования беспрецедентные очень хорошее слово в рамках китая которая задействуется народным банком китая они не очень так и не работают при этом разбирая статистику дальше по рынку нефти я отмечу что у покупателей вчера была очень хорошая возможность перехватить инициативу и задрать котировки там выше 72 может быть даже выше 72 с половиной если бы у них хватило сил почему потому что вчера вышли данные по запасам нефти в сша это оценка минэнерго администрации энергетической информации запасы снизились на минус 14 миллиона можно сказать что мы по-прежнему говорим о довольно высокой корреляции между отчетами api и минэнерго поэтому и на следующей неделе мы сначала с вами будет внимательно следить за данными атаки и по ним же рассуждать официальных данных которые выйдут в общем снижение запасов а конечно же это фактор поддержки цен на нефть и можно было сказать что этот отчет нейтрализован ростом запасов бензина но запасы бензина тоже снизились и что еще важнее снизился объем нефредобычи в сша на 100 тысяч до 12 1 на этом нужно было расти покупателям поскольку они шанс свой профукали это их большая ошибка друзья я думаю что продавцы в отличие от них не будут тянуть резину и по мере появления дополнительного фундамента который будет способствовать развитию нисходящей динамики им быстренько и воспользуются и вообще отсутствие роста на такой статистике это на мой взгляд еще один сигнал того что может быть рынок уже исчерпал потенциал дальнейшего восходящего движения готовимся к распродажам с цены уровня я не раз сам уже отмечал когда я буду действовать впереди у нас бейкер-хьюз количество нефтяных буровых в сша это отчета пятницы может быть он сможет подогреть интереса к продажам ну и даже и без этого отчета я привел вам в прямом смысле не меньше пяти аргументов ранее почему нефтянку нужно продавать доллар иена 111 88 тоже ничего не меняется как и наблюдали пару доллар иена в начале недели на этих уровнях что собственно на этих же уровнях видели и на прошлой неделе так и сейчас а впереди отчет по роничным продажам надеюсь что в этот раз статистика сможет привести к все-таки более высокой волатильности по доллару против иене если в конце концов и сегодня мы увидим друзья что статистика даже такая важная по штатам как розница не может раскачать пару доллар иена тогда будет очевидно что данный дуэт валютных активов ждет только одного изменения это изменение которое а связано с переговорами между сша и китаем пока что новостей нету но рынок настраивается на позитив я опять же веду против рыночной толпы считаю что прежде чем будет один позитив случится два негатива словно так поэтому по доллару иене я сохраняю короткие позиции снова рекомендую вам друзья если вы еще не открывали сделки сел присмотреться к такой возможности еще раз взвесите за и против если вы все-таки примете решение торговать то открывать продажи через отложки сел ними чуть выше там планки сто на 127 доллар канадец 133 53 снова мы приближаемся к сопротивлению 134 вчера вышел отчет по инфляции базовая инфляция выросла с полутора процентов до одного и шести в целом статистика тоже довольно неплохая и на ней можно было канадского прибиться что он собственно и сделал однако спустя несколько часов рынок покумекал и пришел к выводу что один отчет он особо картины не меняет вот к точно такому же выводу нужно было прийти сразу когда вышли данные по китаю если у нас будет все-таки тенденция улучшение статистики я думаю что все знают вот эти экономические модели а тенденции можно говорить только в том случае если в течение трех месяцев идет изменение направлены тогда я тоже начну транслировать его через брифинге позитив по китаю но я думаю что не будет его не сейчас не при таком новостном геополитическом и экономическом афоне по доллару канадцу точнее даже по канадской валюте тоже один отчет еще ничего не меняет вы помните с какими проблемами сейчас сталкивается канадская экономика почему индекс потребительских цен оказался ранее в серьезном нисходящем пике почему канадский регулятор отказался от идеи дальнейшего повышения ставок и почему вообще были поняты вопросы о целесообразности ее снижения правда конечно же вероятность того что ставку снизит в случае если выйдут еще и в следующий раз неплохие данные по инфляции будет стремиться к нулю в рамках 2019 года помимо статистики друзья мы видим то что канадец снова оказался под давлением как только котировки пошли вниз и нефта немного потерял однако вот влияние на канадца было значительным сегодня розничные продажи если данные разочаруют и при все-таки сохранение нисходящего тренда точнее про при продолжении коррекции на рынке черного золота у нас как раз снова появится шанс с вами закрепиться выше отметки 1 3 4 в принципе вы видите то что рынок но борется за этот уровень и он должен опасть ближайшее время евро против доллара 1 1294 прям дежавю и по данному дуэту активов те же самые уровни вчерашний отчет по инфляции базовой инфляции 08 как и ожидалось как и прошлое значение индекс потребительских цен основной 14 тоже с показателя 14 процента но я все равно друзья нашел негатив во-первых еврокомиссия опубликовала список товаров из сша на которых потенциально будут распространяться новые таможенные пошлины этот список товаров в долларовом эквиваленте он немного превосходит список товаров на которые хотели сша установить точнее планируют на товары из с там мы говорили о цифре в 11 миллиардов долларов в общем еврокомиссия и скажем так евросоюза видимо всерьез решили огрызаться и наверное это большая ошибка при этом усиливают все потенциальные риски этого последние прогнозы правительства в частности германии которые в очередной раз друзья в очередной раз я думаю что первый раз вот за все время когда я адекватно слежу статистикой за три месяца правительство германии второй раз снизила прогноз экономического роста в этот раз а до 0,5 процента я все равно считаю что это слишком хороший показатель учитывая спад проблемы с показателем экспорта а спад промышленности конечно же я думаю что к 19 году концу этого года темпы экономического роста будут вообще смещаться чуть ли не к нулевой территории поэтому действия которые сейчас проводятся европейским центральным банком в плане экономических стимулов они оправданы мы ждем подробности по многоуровневой ставке по депозитам и всем известные уже операции тл-тро долгосрочного рефинансирования для банковского сектора которые являются еще одним подтверждением того что банка еврозоны центральный банк еврозоны европейский центральный банк к сожалению признает серьезные проблемы и не видит возможности перейти к жестком монетарной политики поэтому евро пытается на всякой ерунде подрасти но в конце концов фундамент национально заставить отступать к уровням гораздо ниже фунт против доллара 1 3044 локальный минимум 1 3027 данные по инфляции в месячном выражении спад с 0,5 до 0,2 процента сегодня розничные продажи которые по моему субъективному предположению разочаруют и могут стать причиной теста поддержки 1 30 это все равно друзья очень скромное значение даже если рынок ведет себя сегодня именно а так потому что цели находятся наши мои на 250 пунктов ниже на отметке 128 по австралийцу 0 7179 уровень безработицы вырос как ожидалось 4 9 до 5 процентов немного компенсировал негативный эффект от роста уровня безработицы увеличение занятости показатель увеличения занятости 25 7004 и 6 в целом я склонен полагать что рынок можно охарактеризовать как слабый все равно и как накануне отметил резервный банк австралии при росте безработицы последующем снижении инфляции снова будут подняты вопросы о как можно более скором снижении процентной ставки поэтому ждем австралийцы на тех же самых уровнях что и раньше ближе к 071 070 друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всего доброго до свидания